На рубеже 60-х-70-х годов Псковский механический завод получил задание разработать простой автобус, который можно было бы использовать как служебный транспорт. Для инженеров завода это стало достаточно большой неожиданностью. Но раз партия сказала, надо делать, уже в 1968 году прототип будущего автобуса был готов. Назвали его ПАК-1. Техника получилась сырой и довольно неказистой. По этой причине автобус отправили на доработку, которая завершилась в 1970 году, созданием новой версии, получившей индекс ПАК-2. Причем пару лет, пока занимались разработками, сырую версию ПАК-1 мелкими сериями все же собирали и успели выпустить порядка 330 машин. Надо сказать, новый автобус стал более надежным и выносливым. При этом заводчанам удалось сохранить главное достоинство советской техники. Простую конструкцию в качестве шасси для автобуса поначалу использовали ГАЗ-52. Однако разработки продолжались и в 1972 году. Новая версия под именем ПАК-2М уже базировалась на шасси от ГАЗ-53. Обстановка внутри автобуса спартанская. Для пассажиров установили мягкие сидения, на которых могли разместиться 26 человек. На этом комфорт заканчивался, а если учесть, что ездить ПАК-2М в основном приходилось по проселочным дорогам с плохим покрытием, то путешествие было тем еще приключением. Однако автобусы, несмотря на отсутствие каких-то неудобств, продолжали использовать по назначению. Перемены наступили с развалом СССР, как и в случае с другим автобусом Кубань Г-1. Некоторые ПАК-2М получили новое назначение и примерили на себя роль маршруток, но основная масса продолжала трудиться в качестве служебного транспорта. На сегодняшний день вы вряд ли встретите ПАК-2М на дорогах. Время беспощадно и более-менее сохранившиеся автобусы сегодня находятся или в музеях, или в частных коллекциях. Как бы там ни было, но ПАК-2М, как и уже упоминавшаяся Кубань, со своей ролью справились и внесли свою лепту в становление народного хозяйства СССР. Псковским инженерам честь и хвала, они сумели создать транспорт, который верой и правдой проработал более трех десятков лет. А вы встречали такие автобусы в своих городах?